Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приехали кадеты из Оренбурга, Казани, Смоленск, Суворовцы из Москвы, но поблажек не было никому. Все работали в полную силу, но я хочу рассказать не об этом, не об академии, а о курсантах, которые там учатся. И очень хочется показать их именно не строгими людьми в погоду, а обычными ребятами, которые всего на несколько лет старше кадетов и наших учеников. К сожалению, мои юные коллеги из медиа-центра не смогли принять участие в данной поездке по ряду определенных причин. Но мне на помощь пришли ковсантовоенной академии. Их никто не просил, они сами ее предложили. Очень комфортно и приятно было с ними работать, за что им огромное человеческое спасибо. Они снимали на видео, фотографировали, а иногда и то, и то одновременно, так как я в это время что-то записывала на диктофон. И в определенный момент пришло понимание того, что тут готовят не просто военных специалистов своего дела, а настоящих офицеров. Многие учились и закончили кадетские корпуса и суворовские училища. Но не все. Не у всех династий военных. Просто так получилось, что в силу стечения определенных обстоятельств они оказались в этом месте. Приятные собеседники с прекрасным русским языком. И всегда улыбаются. А в глазах мелькают искорки. А как они поют и какие среди них запевалы, ансамблями Александрова позовет. Мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. В дни и ночи, в битву грунтую вели. Эта жизнь мы посвечали, как болели. Это день болели. В городах пропасть. Это праздник. Сиди мою на лесках. Это дай. Со снегами нам подсадь. День победы. День победы. День победы. Ну, иногда и так бывает. Просто засмущались на камеру в первый день. Я все вечера проводила на плацу. Я их писала, снимала. Прома интервью. И наши истории. Именно о них. И о том, что их привело в Академию. И почему они решили стать офицерами. Потому что офицер это долг, честь. Защищать Родину же должен кто-то. И солдат, что они не смогут защищать Родину без управляющего лица. Потому что офицер это гордость за страну. И родителям гордость, потому что их сын офицер. Родители, когда собираются, когда в отпуск приезжают, допустим, говорят, у меня там сын там-то учится. У меня там переводчик, у других там еще где-то. А мои постоянно говорят, у меня сын будущий офицер. И даже я сижу, и как-то неловко становится, что все сразу на тебя смотрят. Самое главное, чтобы, я думаю, родители тобой гордились. И чтобы страна тобой гордилась, нужно этого добиваться. И чтобы все это было, нужно быть именно офицером. Ну, как бы военным, я хотел стать самым раннего детства. Для меня примером было с самого начала, это мой дядька воевал в Чечне. Он для меня был всегда эталоном совершенства. В 2005-м пошел в школу, в первый класс. И школу захватили. То есть вы непосредственно были там, да? Да. Когда это все произошло? Школу захватили. Продержали, ну, завели в спортзал. Продержали там в районе трех-четырех часов. Были смерти, конечно. Но без этого не обошлось. После успешной операции сотрудников МВД и ОМОНа освободили всех. После этого происшествия я как бы себе сам слово дал, потому что я всеми силами буду делать все, чтобы мирный народ, гражданское население все меньше и меньше проходили через это. Это как бы трудно объяснить, потому что это, наверное, исходит еще с детства, из глубины, потому что у меня не было никого в роду военных. Я сам решил стать военным. Пришел в 2019 году в школу бывшего офицера на базе этой же академии. Меня это все еще больше затянуло. И после этого уже другого жизненного пути я уже до себя не вижу. Все-таки вот здесь, наверное, подходит слово патриот, потому что кто как не мы будет защищать нашу родину. День победы! Правда, вперед! День победы! Когда на территории академии проходили различные мероприятия и соревнования для кадетов, жизнь для других не останавливалась. Все шло своим ходом. Уборка территории, марш-бросок для старших курсников. Выпускники готовились к защите дипломов, репетировали вальс. А до выпуска оставалось на тот момент чуть более двух недель. Музыку очень сильно привил мой преподаватель, который был в мускайной школе, но работал у нас. Он до сих пор работает. Это не Федченко, но Наталья Викторовна. Огромное ей спасибо вообще за то, что она для меня сделала. Я бы себя в потрясение запивала. Ну, вообще, мне это нравится. То есть, главное, чтобы это, наверное, вообще, когда ты чем-то занимаешься, главное, чтобы тебе это удовольствие приносило. То есть, каждый-каждый раз, когда я выхожу, когда просто вот выходит 100 человек, и вот все с тобой поют, это вот прям непередаваемое чувство. Это очень круто. Красивый небосвод, все небо синее, два самолета лететь назад. И будет светло, и будет тепло, пусть даже снегом всех загло. Ярче любви, ярче играй, давай, давай, Наши огни, ярко горят, Пусть что хотят, для нас говорят, Просто любви, просто играй, Давай, давай. Не говори, говори, не понимай, не понимай, Жизнь коротка, спеши добро творить. Не стоит гордить, Не нужны мне слова, Мы оба любим, Значит, будем, Будем жить, И будет светло, И будет тепло, Пусть даже снегом всех загло. Ярче любви, Ярче играй, Давай, давай, Наши огни, Ярко горят, Пусть что хотят, Про нас говорят, Просто любви, Просто играй, Давай, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, ты не тот, Кого ты видела, Мы оба любим, Мы оба любим, Будем, Будем жить, И будет светло, И будет тепло, Пусть даже снегом всех загло. Ярче любви, Ярче играй, Давай, давай, Наши огни, Ярко горят, Пусть что хотят, Про нас говорят, Просто любви, Просто играй, Давай, 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 В Академии две музыкальные группы, Вокальный ансамбль «Альтайр» И инструментальный ансамбль «Чистая небо». И когда выпадают свободные минуты, Курсанты репетируют. И, конечно же, шутят и балуются, Как все. А в предпоследний день Мы были на их концерте. И скажу честно, Такого удовольствия я не получала давно. Ну и думаю, Что в данном случае Будет лучше, Если вы сами посмотрите, Послушайте. А выводы делать вам. Товарищ генерал-лейтенант, Мещен состав сборов, Кадетов и суворовцев Для открытия сборов подстроен. Заместитель начальника академии По военно-балтийской работе Полковник Стополь. Верные движутся в наружу Бесконечный мрак, И хоть петь, хоть вежливом и тем, Не усвободны. Верные, вежливом, альтером, альтером, альтером! Верные, вежливом, альтером, альтером! Все нужны в стране Оставлять жить на войне! Гордись! Это мир у нашего того страна Репина-Чайковского! Гордись! За Титова и за Гокарина Ушкина-Высоцкого! И если по проспектам Москвы пройдешь На улочками узкими Здесь, где пройдешь историю И поймешь, кто такие русские! Кто такие? Золотые! Боевые! Россияне! Русские! Кто такие? Кто такие? Боевые! Боевые! Россияне! Кто? Русские! А мы желаем жить на четыре Готовы браться, но счастье в мире И мы в мирной своей стране Будем новых рождать под ней! Храни! В сердце группу Суворова и Петра Веручей тромантику храни На всей земле Крым на колене в грань Сахарин и Арктикун. Знай, что нужны герои родной стране, Курские, Калужские. Может, это ты, кто прославил мне Наше имя русское? Смотри, как на нами звезды ночи горят, Якие, допусклые они. Помнят, как стоял на светленье край И сражение Курское. Вы выбирайте, садик, как вас встречать, Станю и за кусками. Но не будь и медведя, чтоб не знать, Кто такие русские. А мы гуляем, а мы танцуем, А если плохо, сидим в корюне. Ну, а мы все в нужной стране Оставляем жизнь на войне. А не сговорят, жить на четверть, Готовы раться до счастья в мире. И в погибной своей стране Будем новых рожать парней. Пусть познали везде и все, Кто такие мы русские. Неделя пролетела быстро незаметно. Наблюдая за жизнью Академии курсантов, Я в какой-то момент поймала себя на мысле, Что еще неделю, и я тоже начну бегать. Но это уже отступление. Очень не хотелось ее жить. Время пришло. И я хочу сказать следующее. Огромное спасибо руководству Академии За ваш теплый прием, понимание и поддержку. Спасибо родителям за то, Что у них такие прекрасные сыновья. Спасибо преподавателям и воспитателям Академии За будущих офицеров, Которые выйдут из стен вашей Академии. Честные, добрые, чистые. А самое главное, настоящие. По ладоням своих плащадей Проходили колонны бойцов, Погибая во имя детей, Шли в бессмертие во славу отцов, Красный Площадь живет в конца. Прямо. Прямо. Спасибо. Москва, звонят колокола, Москва, золотые купола, Москва по золоту веков Лично у меня впечатление Академии вышло Просто На высшем уровне Понравилось очень сильно Академию Классные курсанты У меня в принципе все То же самое складывается Столовая отменная Курсанты добрые Помогают всегда Общительно очень С кадетами Мы тоже познакомились Понятно, что есть такое понятие Профессиональный отбор Как бы это Даже скажем так Одинная философия Того, что можно выбирать Различные профессии Они Отличаются Уже нервные Там, предположим, да Экономические Георгические Там, наверное, есть Какие-то направления Связанные с тем Что можно Обязывать свое творческое Начало Через Сценическое искусство Ну, много-много Профессий Которые Так или иначе Дети Тяготеют И еще со школы Может с садика Но вот что касается Тяготения К военной Профессии Я бы сказал так Что все-таки Это что-то отдельное Понимаете В основу всего этого Положено Даже не профессии В основу этого Положено То чувство Которое может возникнуть В любом возрасте Причем Вот буквально На выходе Из школы Оно может посетить Это чувство Буквально На последних экзаменах По итоговой тестации Это вот чувство Некое Я бы назвал ее Детское чувство Оно всегда сохраняется У взрослых Они в этом не признаются Это чувство справедливости И чувство благодарности Чувство уважения Ну вот чувство справедливости Оно туда вот включает Вот когда первый раз Появляется это чувство Защитить человека Вот в это время Я понимаю Появляется тот Профессиональный отбор Которым надо Немедленно воспользоваться Потому что дальше Уже можно все Человеку дать Обучить И радиоэлектронику Дать И самолеты И подводные лодки Самое главное Что он всегда Будет готов защитить Защитить Родных Близких Город Страну Это самое важное У нас все время Была армия Всегда для защиты А не для нападения А Смоленская Академия Она самая что на ней Есть условно говоря Мирная Она ни на кого Не нападает Она просто В готовности Всегда имеет технику Для того чтобы При Нападении со стороны Других каких-то Государств А именно это Явное нападение Это творится Воздушное нападение Они готовы Сразу защищать Причем защищают Это быстро Четко Профессорно И пусть военная Дорога нелегка Мы будем верою И правдою Служить России Причем 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 Причем